Шалом, всем добрый вечер. Мы сегодня продолжим с вами разбирать законы мукцы. Если на прошлом уроке мы сделали глобальное введение по законам мукцы, это запротторы, запрот мудрецов, это то другое, то сегодня я попробую непосредственно понять, что такое мукцы, что именно запрещено в законе мукцы. Скажем так, сделать глобальный взгляд сверху, какие виды мукцы существуют. И начнем постепенно в эти виды входить, тогда как мы разберем сегодня с Божьей помощью то, что называется мукцы Махамад Гуфо, или, как я видел, это перевели на русский, мукцы по своей сути. То есть, да, самое главное мукцы. Итак, мы начнем. У нас, начнем с того, что такое мукцы. У нас в Мара в нескольких местах, в трактате Шаббат говорит, приводит нам спор между Раби Иуда и Раби Шимо по поводу мукцы. И, в принципе, спор между ними является, есть ли мукцы, то существует ли закон мукцы вообще, или не существует. Тогда, когда Раби Иуда говорит, что есть закон мукцы, а Раби Шимоан говорит, мукцы нет вообще. Окей? И если, скажем так, мы подведем такой, очень, скажем так, глобальный итог, не заходя во все места, где они обсуждают эту тему, то у нас получается такая вещь, что Раби Иуда считает так, что любая вещь, которая не была приготовлена на Шаббат, то есть человек не готова к Шаббату, чтобы использовать этот Шаббат, превращается автоматически в мукцы. И запрещена, то есть мы еще увидим, что с мукцей запрещено делать, то есть, в принципе, остаются мукцы. С точки зрения Раби Шимоан, даже вещь, которую не приготовили до Шаббата, чтобы ей пользоваться, что-то с ней делать, то есть она не приготовлена, пока этой вещью можно ее пользоваться, пока ее можно использовать, то есть даже если ты ее не готовил, даже если ты в голове свою не держал, но все то время пока, то есть если ее можно хоть как-то или иначе так пользоваться, то она не является вещью, которая, знаете, что такое мукцы? Мукцы – это слово лякцо, то есть выкинуть из нашего сознания. То есть мы ее не выкинули из нашего сознания. Пока мы не выкинули из сознания, она находится, часть нашего сознания, она не является мукцей. То есть это считает Раби Шимоан. Например, взяли фрукты. Эти фрукты положили на овощной базе, для того, чтобы их продавать. То есть их оттуда возьмут и повезут в магазин. По мнению Раби Иуды, из-за того, что человек положил эти фрукты на овощной базе, из-за того, что он собирается ими пользоваться, то есть в принципе не приготовил, чтобы эти фрукты есть, а отправил их для того, чтобы продавать, с этого момента наступ, они становятся мукцы, и пользоваться им уже нельзя, их нельзя передвигать и так далее, как мы сейчас разведем дальше. Раби Шимоан говорит, нет, из-за того, что я в шаббат могу прийти и взять эти фрукты и съесть, например, это не мукцы. Даже если изначально человек не подготовил их шаббат для того, что нужен шаббат, они не мукцы. Все нормально с ними. Что да, мукцы, по мнению участников, я буду говорить правило, которое нужно запомнить, правило, которое определяет, что такое мукцы. Я вам сразу расскажу секрет. Аллаха у нас установлен как Раби Шимоан, не как Раби Уда. Таким образом, у нас нет мукцы, то есть эндин мукцы, нет закона мукцы, потому что мы так установим Аллаху, кроме тех моментов, на которые согласен Раби Шимоан, что такое мукцы существует. И на что согласен Раби Шимоан, что мукцы такое существует? Это то, что называется Имеется в виду. Речь идет о финике, которые высушивают и поднимают на крышу. И изюм, когда высушивают. Он говорит, что когда их подняли на крышу для того, чтобы их высушить, то они не предназначены для еды, если уже невозможно. Они уже начался процесс, потому что называется они уже тоже не едят, пока они полностью не высохнут. Таким образом, они находятся в состоянии, запомните эту фразу, она ключевая, она путеводитель законенных мукцы, называется ЛОХАЗЕЙ ВЫ ДАХИ БАЯДАЙ. ЛОХАЗЕЙ это ЛОРАУЙ на арамейском, ДАХИ БАЯДАЙ, ДАХА БАЯДА. Это не предназначено для чего, нечего с этим делать, ни для чего не предназначено. И человек это оттолкнул руками, то есть он от этого отказался. То есть те вещи, которые человек своими руками отказался от них, и они ни к чему не предназначены, нечего с ними делать вообще, ни для чего не предназначены, это и есть мукцы, которые считают, что РАБИШМО. Я вам сейчас сделаю одну вещь, которую я не делал с вами до сих пор, я вам сейчас сделаю ШУТУФМА АМАСА. То есть я с вами сейчас подниму вам текст Ароха Шульхана, есть текст Ароха Шульхана, Раби Хель Михель Эпштейн, который очень красиво подводит и трог всей этой системе, что такое мукцы. И я думаю, что стоит нам вместе, правда на иврите, потому что на русском языке я такого не нашел, я вам покажу его, и стоит нам это почитать вместе, объяснить, чтобы понять, что такое мукцы, действительно, чтобы пошло всерьез навсегда. Итак, я сейчас вам поднимаю, сейчас вы увидите, пожалуйста, видим, видите, то есть текст прекрасный, окей, так, значит, читаем, говорит Ароха Шульхан, это Симан Шинхэ, то есть да, это глава 308, то есть параграф 6, говорит, То есть здесь очень известная вещь, что во всему трактате Шаббат про спорль Раби Хель Михель по поводу закона мукцы, ну ладно, ну ладно, то нового рождённого, то есть. То есть по мнению Риффа, Рамбама и все большинство галактических авторитетов, даже в ну ладно, чтобы ним разбирать отдельно, мы устанавливаем в голову к Раби Шимон. Из-за этого Рамба мне упомянул закон, ну ладно, вообще в Шаббат, и так написал Тур и так далее. О, тут интересная вещь, но ладно, записали только в запрет праздника, потому что запреты праздника более серьезны в законах мукцы. То есть праздник намного-много-много строже в законах мукцы. Или же рабыню там, гаэмэхалек лумар, шин галаха кираби Шимон, или в мукце. А в альбе нолад, галаха кириуда. Но, рабыню там делил. Галаха в мукце, как раби Шимон, но в нолад, нолад это то есть та вещь, которая не была до Шаббата, вдруг Шаббат появилась. Например, курица снесла яйцо в праздник, или курица снесла яйцо в Шаббат. Это называется нолуан. И тоже, то есть как бы нам это переносить нельзя. И говорит рабыню там, что по поводу нолада в Шаббат за галаха кираби. Итак. Виколи рабу тейнон суврин кен, вилахен тереши, а турушханруб басимим элюг и тададар. То есть в эти... И наши все учителя и так не считают. И поэтому видишь, что турушханруб в этих главах, аж до главы 313, То есть увидишь, что они говорят только о мукце и не упомянули нолад вообще. То есть увидишь, что еще в главе 320. То есть они там запретили выдавливать фрукты и овощи из-за запрета, что вдруг он будет выдавливать. И так далее, так далее, так далее. То есть продолжается. То есть вопрос, ну ладно, нас тоже меньше интересует. И идем дальше. То есть если говоришь, хорошо. Если Аллаха как раби шимон, что у нас нету мукцы, то что такое мукцы, которые запрещены? Окей. Что такое мукцы? Теперь он говорит. То есть ответ на это, что раби шимон тоже согласен во многих вещах, которые мукцы. Например, запрещает мукцы животных. Мы еще это разберем, когда будем с ним говорить. Мы сегодня до животных дойдем. До амринан, так далее, так далее. Сейчас оправлю. Вот. Таким. И так же мукцы, как эти финики, которые и изюм, который положил для того, чтобы их высушить. И отвергл их своим руками. То есть он согласен. Здесь приводится и имеется в виду мукцы мехамад буфо. То есть мукцы по своей сути. Мы сейчас с ним разговаривали. Векен мукцы дихасрон кис. А также мукцы. Мудэр абишимон. То есть согласен на абишимон. А также мукцы, которая называется ценная вещь, за которую переживает Ахисрон кис. То есть всевозможные предметы, которые используются для запрета. И в этих случаях тоже рабишимон согласен, что запрещено переносить с тени на солнце. То есть солнце в тень тоже согласен. То есть это предметы, которые, их использование для запрета. Имеется в виду, это всевозможные предметы, которые можно использовать для разрешения. Допустим, молоток и так далее. Это тоже рабишимон согласен. Векен даварамасриях. То есть да, и также вонючие вещи. Афир рабишимон ша омер шасу литратер. То есть нельзя переносить, но человек от этого отвергается, отвергается. Веколь давар шеэнь турат клеалав. Кмот срот ваафар ва калю цебаэль. То есть да, и также согласен рабишимон, что все вещи, которые называются инструментом или предметом, например, как камни или земля. И все это согласен рабишимон и так далее, и так далее. Что это все есть мукцы. Если кляло шель давар, коль давар шейно раули шаббат кляль, то есть правило в этом, любая вещь, которая совершенно не подходит для шаббата, как баалей хаим, маот, как животные, деньги, бумаги цены, веколь мины матахиот, шейнам, килим, и всевозможные железки, которые не являются инструментами, предметами, то есть пользования, векен машея ху салэем леблили штамеш баэм. И все любая вещь, которую человек хранит и обережет, чтобы не пользоваться ею, баэм рак бадиврей сурм юхадла гэмк мосракин шаршхита, вэмес рагадоль. И также всевозможные вещи, которые есть особые запретные, как, допустим, нож шохита, то есть который использует шкиты, и так далее, и так далее, вэкэн мукцы дхья байдайм бекулгу мадэ раби шимон. А также мукцы, которые отверг человек руками своим, все этим согласен раби шимон, что есть мукцы. Идем на следующий параграф. Окей, то, в принципе, Шурфан-арук продолжает это объяснение, это все разные виды мукцы, которые раби шимон согласен. Но, в принципе, принцип мы увидим. Сейчас возвращаю обратный экран. Принцип мы видим. Принцип очень простой. Принцип, в принципе, так. Любая вещь, то есть, да, любая вещь, у которой нет никакого предназначения в шаббат, в которой нечего с этим делать шаббат, и человек отталкивает его от себя, это мукцы, и с этим согласен раби шимон. Есть еще несколько видов мукцы, с которыми согласен раби шимон, которые уже мелькали, и мы их видели о рохахаху хахаху. Теперь давайте пройдемся все-таки. Какие виды мукцы есть, с которыми согласен раби шимон, и они галаху вошли в реестр. Нужно понимать, что то, что я сейчас буду упоминать, это глобальное, то есть, глобальное, скажем так, название мукцы, и немного о ней, что это, что это за вид такой. Тогда как дальше, на следующих уроках, сначала начиная, в принципе, с этого урока и дальше, мы будем каждую из них детально разбирать и понимать, что это, как и почему. Итак, как мы сказали, первый вид мукцы, который, согласно раби шимон, то, что мы говорим, что это мукцы, которые нельзя... То есть, мы скоро объясним, что точно с мукцей можно, а что нельзя. Это называется мукцы мехамад гуфо. Запомните это название на иврите, мукцы мехамад гуфо, или на русский язык, мукцы по своей сути. О чем идет вещь? Речь идет о всевозможных вещах, которые не предназначены ни для какого использования в шаббат. Например, камни, деревья, песок, животные или, допустим, всевозможные виды еды, которые не предназначены для еды в шаббат. Окей, это мукцы мехамад гуфо. Есть второй вид мукцы. Это мукцы мехамад хисром кис. В принципе, это мукцы, как бы сказать, это мукцы, скажем так, из-за того, что его, из-за его использования, люди аккуратно с ним относятся, то есть, и не используют его ни для чего, кроме того, что он делает. То есть, очень его берегут, скажем так. О чем мы имеем в виду? Имеется в виду о всевозможных предметах, дорогих предметах, которые человек очень-очень заботится о том, чтобы не использовать ни для чего, кроме прямого использования по назначению этого предмета. Почему он боится, что они испортятся, эти предметы? Из-за того, что в шаббат, то есть, если использовать по прямому назначению, с ними нечего делать шаббат, таким образом, эти предметы становятся запрещенными в шаббат для любого другого использования. Мы это увидим, разберем, но это у нас будет на следующем уроке, мукцы Мухаммад. Окей. Третий вид мукцы, это называется, Басис Ледовар Гасу. Базис, или, скажем так, подспорь, то есть, в принципе, базис для запрещенной веки. Что имеется в виду? Имеется в виду, когда человек берет мукцы, то есть, да, причем мукцы Мухаммад, берет мукцы, который запрещен, и кладет эту мукцы на разрешенную нормальный предмет, который не является мукцей, например, на стул или так далее. То есть, берет, допустим, кошелек или ценные бумаги, я не знаю, что, и кладет его на стул. И он хочет, чтобы эта мукца, то есть, да, вот этот запрещенный предмет простоял на этом разрешенном предмете весь шаббат. И тогда он, скажем так, отталкивает собственными руками вот этот вот разрешенный предмет, который был до этого, и убирает его из-за своего сознания на шаббат. Это называется дах ибиадай, то есть, да, лохаз ибидах, он был, скажем так, нужен, но теперь он же не нужен. Человек его оттолкнул, и он становится мукцей, называемым басис ледоварасом. Третий вид мукцы, это называется кликшимилахто лису, инструмент, который используется для запрещенных действий, для запрещенных видов рабов. И у них особый закон, особый статус. Дело в том, что они предназначены для того, чтобы с помощью и этих инструментов делали запрещенные действия. И таким образом, за то, что они запрещенные действия, человек, скажем так, их откладывает от шаббата, не собирается нарушать шаббата, не собирается им портить. Он макцей, мидатопус, отталкивает своего знания. С другой стороны, иногда эти вещи используются для других нужд шаббата, которые разрешены в шаббат. И поэтому их запрет переноса, то есть переносителей двигать, является только, если они не нужны для их прямого использования или для их места. Например, у вас есть молоток. Молоток – это клеща милахто лейсур. Его переносить в шаббат нельзя. Он мупцер. Но вы хотите, вам дали грецкие орехи, вы хотите разбить грецкие орехи, вам их нечем разбивать. Вы можете взять молоток и его использовать для того, чтобы бить грецкие орехи. Теперь, другой момент. Тот же молоток лежит у вас на обеденном столе, где вы собираетесь съесть шаббатную праздну. Вы не можете сказать, он вам мешает. Вот так он клеща милахто лейсур. И сейчас вам нужно место, где он лежит. Вы можете взять этот молоток и унести его, чтобы он не мешался здесь. Это называется лицорах мекумо. Для того, чтобы, то есть нужно его место. Это вот особенно закон, который есть у клеща милахто лейсур. То, что у другой любой мукцы не дают. Есть еще мукцы, которые, скажем так, есть мукцы, вещь, которые нечего, то есть они не используются ни для чего, но они, скажем так, весьма противные. То есть они противные, из-за человека он не приносит, скажем, там страдания, воняют, выглядят страшно, ужасно и так далее. Отбивают весь аппетит. Мусор. Например, испражнение животного, или что-нибудь там родители. То мудрецы разрешили их унести для того, чтобы они не разрушали весь шаббат, не воняли, не отбивали аппетит. Окей. Что с мукцей можно делать нельзя? Мукцы нельзя трогать, нельзя переносить, ну, кроме клича муравтоли и сур, у которых есть собственный закон, когда да, это можно делать. Любой мукцей нельзя не переносить, не двигать, не толкать, ничего, ничего. Что да, можно? в принципе, когда ты не двигаешь мукцы, то можно его трогать. Имеется в виду в чем? Если ты его трогаешь, оно не сдвинется. Например, можно завесить шаббат, не знаю, тюлем или чем-нибудь, телевизор, например. Телевизор мукцы. Но повесить на него сверху тюль можно в шаббат. Почему? Потому что я ничего не делаю, я не сдвигаю телевизор, я притрагиваюсь его к нему, никуда его не двигаю. Или, допустим, завесить телефон чем-нибудь, бросить на него скатерть. Это не запрещено. По причине того, что я не двигаю мукцы, ничего с ним не делаю. Но, допустим, для разрешенной вещи можно двигать мукцы, что называется, мигацад. Что это такое? Допустим, мукцы прикасается к чему-то, что не мукцы. Какой-то предмет, которому вам нужен шаббат, он не является мукцей. Вы хотите взять этот предмет, но если возьмете этот предмет, то мукцы сдвинется. То есть, да, можно ли взять этот предмет? Так вот, это называется тельтуль мингацад. Лицор и хетер. То есть, движение, то есть, побочное движение для разрешенного. Это можно делать с мукцей. То есть, допустим, если возле мукцы что-то лежит, и мне надо это взять, что-то разрешенное, мукцы сдвинется, то есть, когда я возьму, я не прикасаюсь к мукце, я не двигаюсь, не двигаю мукцы. Оно, да, двигается, но когда я, то есть, когда я сдвинул то, что разрешено, это называется тельтуль минатсан, ле, товар и терр, это разрешено. Окей, с этим проблем нет. Но, 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 в принципе, если, это если мы хотим что-то взять, но если мы хотим, допустим, сохранить мукцы, допустим, мы видим что-то, как в том анекдоте, то есть, да, вы видите, 100 шекелей валяются на дороге, да, и вам очень сильно хочется, да, у вас не получится, как в том анекдоте, значит, смахнуть рукой здесь, здесь называется шаббат, здесь шаббат, у вас посредине пятницы, то есть, да, вечер, так не будет. И вот вы хотите эти 100 шекелей, что вам с этими 100 шекелями делать? Дело в том, что вам нельзя валяйтель минатсан, то есть, да, вам, допустим, вы хотите сохранить, чтобы эти деньги, вам нести их нельзя, поднять вам их нельзя, это мукцы. Сейчас мы разберем. Вы не можете, ну, вы хотите сохранить, чтобы в Моцарь и Шаббат прийти и взять это, то есть, да, можете вы сделать ему тельтульминацад, то есть, да, то есть, толкая его чем-нибудь там, или, допустим, швабра, или куда-нибудь там, запихать его за ром-ходыш. Нет, вы не можете, этого нельзя делать. Это называется тельтульминацад, лицо раха мукцы, то есть, лицо как шмирата мукцы, запрещено. Что да, можно сделать, в крайних случаях, когда очень надо, можно толкать ногой, то есть, да, или толкать ногой, или локтем. В этом случае, это возможно сделать. Окей? И дальше. Напомню еще один, глобальный. Перед тем, как мы начнем заходить уже непосредственно в законы мукцы, то есть, там, мукцы Мухаммад Гуфо, пока мы говорим общие вещи, я еще раз повторяю, все, что я сейчас говорю, я говорю общие, глобально, мы будем все разбирать по полочкам, по отдельности, и все станет понятно. Пока мы, скажем так, выясняем, что же такое мукцы. Мы уже сильно продвинулись к этому. У нас есть еще одна вещь, которую я уже упоминал, еще раз повторю ее, у нас есть такое, если у нас есть сомнение в реальности, то есть, да, является одна вещь мукца, то есть, это вещь, которая перед нами говорит, мукца или нет, например, вы нашли фрукты под деревом, и вы сомневаетесь, они упали эти фрукты до шабата, свалились с дерева, или в шабат. Если они в шабату упали, то они мукцы, если они до шабата, то они не мукцы. Так вот, у вас есть сомнение, это называется сафек бемитсью, это мукцы или нет. В этом случае мы устрожаем и говорим, что ли хумра, так выходит, смотри, так что-то на руке. Но если у вас сомнение, то есть, нет сомнения, а есть спор в Галахе, когда одна вещь является, не в реальности, а в Галахе, это мукцы или не мукцы, то тогда вы идете к облегчающему мнению. То есть, это правило. Так, на этом мы, скажем так, введение, введение и в понимание, что такое мукцы, заканчиваем и переходим непосредственно к первому виду мукцы, который Дараби Шимон принимает, и мы сказали, что Галахат Коон, это мукцы Нехамат Гуфо, или по-русски мукцы по своей сути, то, что называется самая настоящая мукцы. Суть этой вещи мукцы. Итак, что это? Как мы сказали, это любая вещь, которая не подходит ни для какого использования в Шаббат. Это является мукцей Мехамат Гуфо. Это является мукцей по своей сути. То есть, имеется в виду, что по своей сути, то есть, Мехамат Гуфо Ацмо, у него нет никакого использования. С ним нечего делать. И как мы сказали, в этом поле камни, что с ними делать? Они не являются непредвидами, они не предназначены для Шаббата. Животные, монеты, деньги, галька, земля, деревья, листья, опавшие, мусор всевозможный, трупы, трупики всевозможные тоже, труп человека, который является мукцей и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, понятно, я думаю, этот спектр, о чем идет речь. Теперь, такую мукцей даже для разрешенного вещи нельзя трогать и передвигать. Например, нельзя взять камень на улице или где-нибудь, который мы нашли, в Шаббат, для того, чтобы поставить его, чтобы он держал дверь, чтобы дверь не закрывалась. То есть, в Шаббат взять камень и положить его, чтобы поддержать дверь или поддержать стол, или чтобы скатерть не улетал, вы, допустим, во дворе сели кушать, то есть, да, и у вас скатерть лежит, вы хотите, чтобы она не улетала, вы не можете взять со двора камень и положить его на скатерть. По причине того, что этот, хотя это для разрешенного действия, это вам не помогает из-за того, что это мукцы Махамад Буфок, из-за того, что мукцы по собственной сути. Окей, если вы, да, хотите превратить в мукцы, вещь, которой можно будет пользоваться, допустим, камушек этот, то есть вы хотите его использовать для того, чтобы он поддерживал дверь, чтобы дверь не закрывалась, у вас есть два способа, или, допустим, вы хотите взять этот камушек для того, чтобы бить им, вы не купили дробилку, не знаю, у вас нет щелкунчика, и вы хотите бить этим камушком орехи, то есть для этого вам нужно сделать или, или, или взять этот камушек и приготовить, мысленно, для некоторых, то есть устражать, сказать, я хочу этот камушек использовать, шаба, для того, чтобы поддерживать эту дверь, или, допустим, разбить вот это, или бить им скорлупу орехов и положить его, это называется аханалим, аханалим, да, приготовление мукцы, из этого момента вы можете им пользоваться, то есть да, в шаббат тоже. Другой вариант, вы берете этим камушек, хотя бы один раз использовали его для поддержания двери в будний день, то есть, например, вы поставили кирпичик, который поддерживает дверь в будний день, и тогда этот кирпичик не является мукцей в шаббат, так его уже используют для разрешенных действий. Окей, или, например, еще вам пример привести, песок. Нельзя взять песок и засыпать им что-то, что вам не нравится, что там разлилось, плохо пахнет и так далее, или там животные сделали какое-то там, скажем так, нагадили, вы хотите это засыпать песком, чтобы закрыть это, этого нельзя в шаббат делать этот песок. Песок мукцы. Хотя покрыть, то есть, скажем так, не очень приятные виды или запахи, это не запрещенная вещь шаббат. Но из-за того, что песок мукцы по своей сути, его нельзя, если он не приготовит шаббат специально, то его нельзя переносить. Но, если его положили в определенном месте, для того, чтобы использовать его в шаббат, например, взяли песок для кошек, приготовили и положили, чтобы в шаббат можно было кошке это положить. Кстати, вопрос еще есть большой, можно ли выкидывать кошки на старых, да? Правда, сильно воняет, можно сыгравший рыбь. Но мы положили это, то есть, приготовили до шаббата, это можно в шаббат использовать тогда в шаббат. Или, например, то, что в Израиле уже исчезает почти из-за, скажем так, вопросов здоровья. Если есть песок в песочнице у детей, этот песок, который в песочнице для детей, является приготовленным специально, чтобы ему пользоваться и играться, он не является мукцем, этот песок. В нем можно играться, то есть ребенок в шаббат может играться в этом песке. В Израиле это уходит и исчезает по причине того, что из-за санэпидемстанции, потому что там разносчик всякой заразы, этот песок. Так что туда ходят всякие кошки делать свои, скажем так, личные дела, таким образом, там же, чтобы дети это себе, никакую гадость не попадала к ним в рот, в руки и так далее. И поэтому в Израиле это постепенно исчезает. То это вот. Теперь, есть еда. Когда еда может стать мукцем? Еда. Это казалось бы, еда, что нам мукцем, например, дать, еду кушают шаббат, что, как еда мукцем? Да, еда может быть мукцем. Как еда может быть мукцем? Например, еда, которую собираются приготовить и сделать подходящее для поедания. И не сделали. То есть, да, но это собираются делать после шаббата. Например, у вас есть фрукты. И вам, они, тевель, тевель, то есть, в принципе, от них не отделили. Это земле ядрали, а десятину. Десятину, труму, тумас, рот, то есть, да, труму. То есть, нужно отдать кое, то есть, нужно отдать левиту и так далее. И этого не сделали до шаббата. Эта еда запрещена. То есть, эти фрукты запрещены вот есть. Так они запрещены, их есть. И человек собирался, отделяя трумоту маасроу, то есть, вот эти вот десятины, трума и так далее, после шаббата, то эти вот фрукты, которые не отделены от них десятина, автоматически превращаются в мукцы, мехамат, гуфо. Они становятся мукцей по своей сути, и они запрещены, запрещено переносить или что-либо с ними делать. То же самое, например, хлеб, у которого забыли отделить халу. Тогда обычно халу отделяют от теста, но иногда забыли, выпекли халу, и для того, чтобы разрешить ее есть, нужно уже даже из выпечки хотя бы отделить эту халу. Если не отделили, когда делали тесто, то пока, ну, в шаббате делать нельзя. Да, и поэтому пока вы не отделили халу, оно является мукцей, потому что запрещено в еду, и оно не предназначено ни для какого использования. Так пишут рамбы и так далее. Ну, например, не кошерное мясо, например, свинина какая-нибудь. Если собираются дать нееврею, то в этом никакой мукцы нет. Почему? Потому что нееврей может съесть. Это еда, которая предназначена для нееврея. Она является вещью, которая есть, разрешенная использованием в шаббате. Она еда, пацану, то есть своему сущности, поэтому нет запрета. Или, например, у человека есть животные, там, собаки и так далее. То есть она, мол, или собираются дать собакам, допустим, там, свинину, у них кошерное мясо, кое-нибудь и так далее, то оно не является мукцей в этом случае. Есть еда, которую, да, можно есть, но, скажем так, нормальной человеку есть не будет, но хотя, если сильно, скажем так, вынуждено будет, у него будет нужда, то он ее съест. В этом случае, несмотря на то, что нормальный человек, кто есть, не будет в нормальном состоянии, а не в вынужденных состояниях, из-за того, что возможность существует, есть эту еду в невынужденном состоянии, то тогда эта еда не является мукцей. Но если еда непригодна к еде, поеданию, без того, чтобы ее сварить или приготовить, выпечь и так далее, например, мука, или картошка сырая и так далее, и так далее, мясо, которое не приготовлено сырое мясо, или сырая рыба и так далее, они мукцей. То есть картошечка сырая в шаббат, ее передвигать нельзя, она мукцей. Мясо сырая в шаббат – мукцей. Сырая рыба в шаббат – мукцей. Естественно, нет суши, суши тоже сырая рыба, мы уже едят, вместо того, которую не едят обычно. или замороженная, например, мука, тоже мукцы, в шаббат, тоже нельзя ее использовать. И несмотря на то, что все это может быть предназначено для животных, потому что животные, да, это могут съесть, из-за того, что обычно люди не дают животным эту еду, таким образом, вообще обычно люди не дают ту еду, которая предназначена людям в еду животным, а вообще ветеринары скажут, слушай, не давать ту еду, которая предназначена людям для животных, по причине для того, что это вредно животным, то это, естественно, является мукцем. Но в крайнем случае, например, у вас полетела морозилка, и вам нужно взять то мясо, которое там лежит, свежее, то есть замороженное, сырое, или рыбу, и перенести, допустим, к соседу, для того, чтобы оно не пропало, аначе оно будет лежать, но пропадет. То можно в этом случае положиться на мнение тех, кто считает, что из-за того, что это мясо, сырое мясо глобально, может быть выдано собаке на поедание, то можно на них положиться для того, чтобы перенести это в другую морозилку. То есть, да, когда вот такая вот вынужденная ситуация, делать нечего. На чем это стоит? И это стоит на том, что говорит Шрухана Рух, что сырое мясо не является мукцем. Почему? Потому что есть люди, которые едят сырое мясо тоже. Есть такие люди странные, конечно, них не понять, но они едят. Есть люди, которые любили это дело. Но, 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 допустим, сырую рыбу люди не едят обычно. Я не имею в виду суша. Сырую рыбу возьмите ментая какую-нибудь размороженную в сыром виде, попробуйте его поесть. Я не видел еще ни одного человека, который будет есть. Впрочем, это воняет. В любом случае, допустим, про мясо, я сказал, можно положиться на Шрухана Рух. Маген Абрам считает, допустим, что курица мягкая, которая даже она не готовая, она не является мукцем. Только когда она твердая на мукце. Та, Турейзав считает, что если рыба эта, которую они приготовлены, подходит для того, чтобы собака ее ела, хотя обычно собакам это дело не дают, то можно положиться на это и сказать, что она не мукца. Таким образом, вообще-то на Галаху, Мишнабура, Бералаха, Ницхань, он склонялся к устрожению как Шрухана Рух. Но из-за того, что иногда люди дают животным, скажем так, мясо, рыбу и так далее, которое они сами предназначают для своей еды, то когда очень ей проблема, то есть, как я сказал, в холодильник полетел, с морозилка нужно перекладывать, то можно положиться на облегчающий мент. Это с едой. Так, давайте теперь поговорим про животных. Мы сказали, что животные, тоже мы видим урок Шрухана, что животные являются тоже мукцами. Мукцы, махама, гуфо, то есть они, в принципе, мукцы по своей сути. Почему? Они для чего не предназначены. Человеку нечего, человеку лучше оба с ними делать, и человек с ними ничего не делает. Когда очень надо, пуским разрешили, скажем так, их взять, то есть придержать, не подымать, а именно только придержать, или подтянуть, или для того, чтобы дать им еду, или чтобы их сохранить, но ни в коем случае нельзя животных подымать, потому что они мукцы. Теперь задается, может задаться вопрос, а что же с кошечками, собачками, которые живут в доме, их так любят, тискать, обнимать и так далее, включая любимого кролика, любимого хомячка и так далее, они по идее мукцы, нет? Есть такие люди, есть люди настолько считают, что они мукцы для того, чтобы не нарушить, выставляют, я слышал, животных на балкон и так далее, причем, когда это делают в России или в другом месте, зимой, это вообще садизм. Так вот, животные, называемые хайот Махмад на еврите, или на английском pets, то есть тоже называется домашние питомцы, не просто животные, там корова или коза во дворе, в сарае, в охлеву, или собака на цепи, то есть собаки тоже родят, собака, которая охранная, живет на цепи в будке, как было, и ходит там по цепи, и там кости бросают, и там она живет, но в принципе, она, вся ее жизнь проходит на улице и на цепи, то это, понятно, мукцы. Но когда мы говорим о всяких там собаках, которые выращивают дома, с ними тискаются, обнимают, спят в одной кровати, спят у них на кровати, вместо собаки, носят в коляску засовывают, короче, играются с ними, то они не являются мукцами по определению. Почему? Потому что человек изначально предназначил их как игрушку. Он их держит как игрушку, в принципе, он их предназначил уже в будние дни и показывал активно будние дни, что у него это игрушка, то есть он ло дахи бай дам, он не отталкивает их своими руками, и он ломок цемидату, то есть он не убирает их из своей мысли, то есть от этого животного, то есть он не убирает его сознание. Таким образом, получается, что животное это, оно не становится мукцами по мнению Раби Шимон. Так приводит Рамуш и Фанч, например, и он приводит доказательства, и стос по поводу человека, который взял цыпляк и приготовил их для того, чтобы его сын ими игрался в шаббат, они не являются мукцами. То есть, да, на это встроят Рамуш и Фанч, это разрешено, потому что называется домашний живот. Окей. С ними разобраться. Теперь пойдем, тянем листочком, всяким травинкам и всяким веткам, которые прикреплены, которые не оторваны. Те, которые, то есть, поломаны, валяются по улице, понятно, что не мукца, Мухаммад, Гуфу и так далее. Но также, допустим, ветка, которая прикреплена к дереву или к кустарнику, она тоже является мукцей. И она запрещена к дереву. Если ты, конечно, человек ее не приготовил для использования, как, например, привяжет к ней веревку и привяжет к ней ведро, для того, чтобы использовать ту ветку живую, для колодца доставать воду, например. То есть, отху журавлика делать. Так выходит, гморектор так и шаба, так что на руку мишнобрана поступил. Кстати, и листики, которые прикреплены к дереву, они тоже мукцы. И даже если они оторвались, например, и прикрепились к вашему ботинку, их нельзя руками снимать с ботинка, потому что они мукцы. Мало кто знает, и люди часто ошибаются в этом. Они мукцы, и поэтому, если вы будете трогать руками, вы нарушаете запрет переноса мукцы. Вот эти вот листики, которые приклеились к ноге. Можно ногой потрусить, можно обчетах вытереть, это да, это не проблема. Но у нас тут есть интересный вопрос. Если это все так, чтобы вещи, которые, то есть ослуд, который прикреплен к своему еще росту, к дереву, к земле и так далее, они являются мукцами, то что мы будем с шульханарухом говорить, который говорил, правда занимался вопросами вытирания пятой точки в шабаат. Вы знаете, раньше туалетной бумаги не было в древности, поэтому использовали разные другие вещи, допустим, камни и так далее, там тоже есть разбор. И шульханарух пишет так, меканхим баасавим лахим афилу геймаху барим белеват шлой зиза. Он говорит, что можно, скажем так, вытирать одно место влажными травой и так далее, даже если они прикреплены, то есть даже если они не оторваны, главное, чтобы он их не двигал. С другой, главное, не двигать, то есть как это, вытирать и не двигать, Мишнабура объясняет, имеется в виду, чтобы он их не оторвал, главное, чтобы не вырвал их. Ими можно использовать, несмотря на то, что они прикреплены к дереву, к кустарнику, к земле, главное их не сорвать. Можно их использовать. Стоп. но если мы сказали, но если мы сказали, что прикрепленное к чему-то, к живому, то есть да, это является мукцией, то как же это можно трогать, как же можно использовать. Есть несколько ответов на это вопрос. Во-первых, есть ответ, который приводят, это, что их приготовили в определенном месте, где собираются использовать его по назначению туалета и их использовать, скажем так, как древнюю туалетную бумагу. То есть они были приготовлены заранее для этого. Это один подход. Второй подход говорит, что, что такое мукцией? Это запрет мудрецов, правильно? Мы сказали, а это вот человек попал в ситуацию, ничего у него нету, то есть да, приходится вытирать так. Это называется квудобрьет, то есть да, почет, то есть уважение к людям. Человек, можно как бы сказать, я попал, и для этого мудрецы не запретили нарушать запрет мудрецов, и тем более мукцией сдвинуть его с места. То есть может быть такой вариант. Окей, теперь, иногда вы идете по улице, с этим разобрались, вы идете по улице и вдруг вам висит веточка, которая торчит и мешает вам пройти. Что вы сделаете на автомате? Попробуйте ее вот так вот отодвинуть, правильно? Так вот, есть многие аллергические аллергические считают, что в этом нет проблем. Потому что она мешает, то есть да, можно отодвинуть рукой и так далее. Но, архот, шабат говорит, что этого делать нельзя. По причине того, что вы двигаете мукцы. То есть нельзя подойти, отодвинуть, что это мешает по дороге, и тогда нельзя это двигать. Что делать? Оно же мешает, что делать? Можно сделать обратную сторону. То есть вы обычно так отодвигаете, то можно вот так отодвинуть. То есть да, как скажем, измененным потем, И тогда это будет разрешено. То с веточками мы тоже разобрались. И живой мир обошли, и растительный мир обошли. Теперь пойдем заниматься мусором. С вашего позволения. Мусор, к сожалению, вещь естественная для живой среды человека. Человек производит мусор. Это мы прекрасно видели. Пока люди сидели в Израиле в карантине с короной, все было чистое. Только из карантина вышли с короной. Все назад засорилось пакетиками, мусором всяким и так далее. Всевозможными стаканчиками, одноразовой, всякой гадостью. Итак, это процесс нашей жизнедельности мусора. Теперь. Является ли мусор мусор? Почему это очень важно? Потому что у нас на столе остается мусор иногда, когда мы убираем. Когда мы поедем, уже поубираем. Можно ли пакет с мусором вынести и так далее. Остатки еды, которые можно дать собакам и кошечкам, не являются мукцем. Причем это даже если лично у вас нет ни собаки, ни кошки. Из-за того, что собаки и кошки – это вещь, которая… Накрама пишет. Это вещь, которая, скажем так, бегает на улице. И еще как. Таким образом, то есть это можно дать шаббат животному. Из-за этого, в принципе, это не является мукцем. Потому что есть что с этим делать шаббат. Таким образом, например, всякие кости, от которых у вас остались, от курицы, кстати, можно их тоже выкидывать, они еще не будут являться мукцем. Потому что можно дать собакам и кошкам. Только я не советую вам давать куриные кости вашим домашним собакам и кошкам. По причине того, что это кости трубчатые, они могут нанести вред пищеводу животного. Поцарапать его. Но уличные собаки вас мало интересуют. Главное, что они в природе-то едят. Если вы это сами выкинете в мусорник, поверьте, кошки туда залезут сами и найдут эти кости. Они все едят, и все нормально. Но, 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 например, но остатки еды, которые не предназначены, то есть их не будет есть ни человек, ни животное, вменяемое, которое в вашем районе находится, то есть, которое в вашем доступе, например, всякие кожура всевозможных вещей, то есть, да, или не знаю, кожура семечек, рыбьи кости, рыбьи кости, допустим, животным нельзя давать, они их не едят, и так далее, они являются мукцами. Мы еще поговорим, что делать со скрапердью, когда такая вещь, то есть, лежит на скраперде, но это не сегодня. Они мукцы, причем мукцы Мохаммад Гуфок. А также всевозможные, допустим, остатки еды, которые, да, могут подойти животным, но эти животные не находятся в нашей близи вообще никак. Допустим, еда, которую едят только жерапы. Жерапы у тебя нет, так что... Конечно, он есть в Брамат Гане, в Сапаре, но это не релевантно. То есть, они тоже в этом случае будут мукцы. А вот, например, косточки от... Есть пуски, многие логические авторитеты написали, что косточки от абрикоса не являются мукцами. Почему? Ответ очень простой. Те, кто пояс советское детство, поймет сразу ответ. Потому что дети привыкли с ними играть. Именно с косточками от абрикосов. И мы тоже с ними в детстве прекрасно играли с косточками от абрикосов. И поэтому они не мукцы. Я не уверен, что сегодня это так, по причине того, что найдите мне того ребенка, который играется с этими косточками. Православный наш Маткелхатан написал. Ну, понятно, почему. Потому что тут же в Израиле, точно так же, как в Советском Союзе, играли в косточки. То есть, да, с этим косточками. Сегодня сомнительно. Теперь, есть еда, которая, да, то есть остатки еды, которые уже выкинули, она подходит собакам, кошкам, но ее уже выкинули в мусор. Является это еда, которая выкинута в мусор, в мусорник уже, а мусорник уже, скажем так, грязный, страшный, и ты не хочешь руками лазить. Является это ли мусор? Так вот, Рашку Музана Орбах, как его приводит Шмяш Ваткелхата, в сноске, говорит, что если мусор выкинули уже в мусорный ящик, и там это, скажем так, и будет, он не достанут, потому что противно, то есть грязно и так далее, несмотря на то, что это остатки еды, да, подходят животному, они являются мусорниками. Так как человеку, то есть своего, скажем так, сознания, уже убрал их и не собирается ими использовать. Тоф, напоследок мы еще скажем один закон, который связан с мукцией Мухаммад Гуфо, и на этом мы закончим. То, что называется по поводу переноса мусора, так называемого псоль, то есть мусор, или вещь, которая является мусором, или не используется в этом случае, которая аннулировалась по отношению к разрешенному вещу. Сейчас объясню. Сейчас, то есть мы разберем, вы поймете все. Гмарав, трактати Шаббат, на 142-м листе говорит нам следующее. Говорит нам так. На! Бурэ кетниот боем. То есть, человек перебирает, то есть, да, бурэ, то есть, бурэр, это когда человек раскладывает, то есть, отдельно, то, что он собирает использовать, отдельно мусорник. Так вот, он берет кетниот, кетниот-то бобовые, то есть, видит, типа риса и так далее, все он раскладывает в праздник. Убедили лу-мли бурэр, имеется в виду, вытаскивает мусор из еды, кидарко, то есть, как обычно, он это делает, с руками, ку-битам-хуй, и так далее. Рабан Шимон бен Гамлер, у нас интересует именно вот это вот часть. Бэмад варим амурин, о чем речь? То есть, да, что он может, это человек-то делать, шабан. Шаохэль мирубэр апсоли, то есть, когда он может вытаскивать еду из мусора, то есть, когда он может выкидывать, то есть, мусор из еды, как сказал бедили, когда еда, то есть, нужная вещь преобладает над ненужной вещью. А вальпсолидный рубаль, аохэль, ну, когда ненужная преобладает, то есть, в этой смеси, над нужным девре акоуль бурэр вохэль. То есть, по мнению всех, вытаскивает едиц. Окей. То суд объясняет, что когда еда, то есть, вещь, которая собирается использовать, вещь, которая полезная, в этом случае, она называется едой, не обязательно сама еда, она больше, чем бесполезных вещей, то тогда псори, то есть, вот эта бесполезная вещь, которым нечего с ними делать, аннулируется по отношению к разрешенной вещи. И таким образом, они не мукцы. То есть, да, несмотря на то, что есть шелуха, есть мусор и так далее, но так как он аннулируется к разрешенной вещи, которая не мукцы, то и сама эта шелуха, сам этот мусор перестает быть мукцей. Таким образом, он говорит, что въемков может достать эту шелуху и выбросить. Так написал Рамбал. Но Гмара задает вопрос, стоп, стоп, стоп. Если это так, у нас есть проблема, возьмем камень, лежащий на бочке. Бочка с вином. Сверху у нее дырочка, откуда можно венца налить. Сверху лежит камень. Камень мы учили мукцы. То есть, да, Гмара говорит, смешно говорит, что для того, чтобы достать вино, тебе вино нужно. Он говорит, нужно наклонить бочку, чтобы камень упал и лилось в вино. Окей. Стоп. Но ведь дело в том, что то, что внутри бочки вино является намного в большем количестве, чем этот камень. Таким образом, камень – это мусор, ненужная вещь, которая находится вместе с тем, что нам нужно, которое намного в больших количествах. Почему этот камень не аннулируется к этому вино? И просто возьмем этот камень и выкинем, он не мукцы больше. То есть он аннулировался. То есть как? То есть это, по идее, так, как сказал Рабан Шуман Белгамле. Рабан Шуман Белгамле – если это большинство, то, что нам нужно, и меньшинство, то, что нам не нужно, то есть охаль, нам большинство абсолит меньшинства, то абсолит, ненужное, аннулируется к нужным. Так как же? Так почему нет? Объясняет Гмара, что невозможно вытащить вино без того, чтобы не убрать камень. Из-за того, что невозможно убрать вытащить вино без того чтобы брать камень это похоже что ненужное больше чем нужно потому что мы не можем добраться никаким образом до нужного то есть до вина из-за этого закона очень интересную вещь что мукция вещь которая не нужна которому нет его предназначения например мусор если он лежит так что он является скажем так побочным они центрально какому-то разрешенному предмету то в этом случае нет вообще запрета мукци на всю эту штуку вместе и можно тогда забрать спокойно и пользоваться вещью которая разрешена сейчас объясню например в каком это случае будет использоваться например у вас упала муха в стакан с чай муха к вашему сведению она мукци потому что она мукция она животное которое не предназначено для шаббата она мукция мухаммад гуфо она мукция по собственной сути мы учились бурер можно вытаскивать вот так можно вот так и так далее потому что мы когда бурер учили говорили об этом дело в том что мы могли можем задаться вопросами а кто сказал вообще муху она же мукция ответ простой она меньшинство по отношению к большей части разрешенного и она аннулируется к нему таким образом я могу достать эту муку выкинуть хотя она мукция вот так это используется или например или например у меня есть какой здесь мусор то есть да который можно в принципе ногтем содрать и он упадет ведь этот мусор он не предназначен никакому шаббату он мукцель но из-за того что он прикреплен к большинству тому что является разрешенным он аннулируется по отношению к разрешенным разрешенному и он уже не мукция и таким образом это можно сделать или например взять вам прилепилась к одежды пушок или какой-нибудь перо птицы она мукция почему мухаммад гуфо по своей сути то же самое так как она мелкая аннулируется по отношению к разрешенному которого большинство снимаете выкидывать все с вами хорошо также можно и вытаскивать грязь из под ногтем шаббат как можно сказать грязь под ногтем шаббат потому что совершенно принципу потому что это аннулируется меньшинство в большинстве и допустим или убрать мусор который приклеился к столу под столом под стулом и так далее и так далее а также можно мыть посуду и дело в том что на посуде тоже остатки и это тоже мусор и это тоже мукция кто не понимает как это можно делать потому что это завязано с разрешенной тарелкой которую ты хочешь делать разрешенные вещи по этой причине аннулируется и не является мукцией то я думаю весьма детально разобрали понятие мукция мухаммад гуфо то есть мукция по собственной сути со всех сторон и как бы с божьей помощью насчищем уроке мы продолжим дальше и мы будем разбирать мукции мухаммад хисрон киз вот это то есть мукция которая из-за своей ценности а также надеюсь что мы успеем еще пройти весь басисле двора осу до базы для запрещенного вещи на этом я заканчиваю запись на тех кто уже запись всем всем шалом всего хорошего